Ну он работает, работает хорошо. Разрешение 500 метров. Это вот первый герсонар, но не последний, я надеюсь, поскольку результат хороший. Первый планированный спутник из камеры свет. Видите, много планировалось. И вот впервые появился российский сканер цвета, но он должен был взлететь в 2012 году, сейчас видите, уже будет максимум 2000 метров. Значит, во-первых, это вот этого мы ждем с нетерпением сканера. Это Ocean Land Color Imaging, то есть сканер цвета для океана и земли, для суши. Это запускает Европейская космическая агенция. Значит, запуск сейчас на 2014 год. Ну это такой классический прибор, но с большим числом каналов, 20 каналов. Значит, диапазон стандартного, в общем-то. Разрешение 300 метров, что-то хорошо. И обитая широкая. Ну, а поляна обитая. Значит, вот японские. Бедные, значит, японцы, которые потеряют два таких могучих спутника, они, знаешь, вот, наконец, запускают новый, серьезный. Значит, JLI, так же назывался JLI, это Global Imaging. Так назывался скальный цвет, который был на Bios 2. Ну, здесь тоже, вот, в общем-то, классический скальный цвет, тоже 2014 год. Ну, китайцы, вот я говорю, они запускают, но данных, к сожалению, они как-то так, международного сообщества, научного музея. Это вот Бразилия, Аргентина, ну, вот видишь, JLI, это уже, значит, оперативный, будет на оперативной системе стоять. Ну, поскольку, значит, как бы, для него прообраз модится, для этого прообраз мерится, а для этого прообраз модится. То есть, в принципе, если его так работаем, в общем-то, он будет хорошей. Ну, и, наконец, в 2017 году следующий вот это, Oceanland Color Skinner и ГОСИ на 2017-й год, новый гео-социализм. То есть, вообще, значит, вот не должно быть проблемы с информацией, с данными о цвете океана, с островными гендарами о цвете океана. Сейчас вот проблема, между прочим, обострилась, потому что фактически данные дают как модится. Теперь какие биоптические параметры можно определять по данным сканерам цвета? Ну, во-первых, вот первичный продукт, это спектральный коэффициент якостеводной толщины. Ну, вот, человек, он, как бы, с давних пор вообще смотрел на цвет океана, там поэты любовались, там что-то испевали. А рыбаки, моряки, они использовали эту информацию, потому что цвет, это прежде всего трасса, то есть показывает, как течения идут, там показывают близость земли. Ну, для рыбаков, вот я говорил, зеленый цвет, значит, цвет вот, где следует попробовать его половить. Так что цвет привлекал с давних времен и использовался человек. Но, конечно, о них там, они не о каких-то алгоритмах не думали, а просто чистим привис, смотрим на цвет. Вот и здесь, вот этот спектральный коэффициент якостеводной толщины, он просто вот противодает в свет. Вот, но это очень полезная информация, поскольку позволяет судить о динамике поверхностного слоя. Вот, ну и, значит, как говорили, также предварительная некая качественная оценка, что за логик. Теперь, оптическая толщина атмосферного аэрозоля. Это тоже важный параметр, он характеризует содержание аэрозоля в атмосфере. Аэрозоль влияет на пропускание солнечной и уходящей радиации, также микрофизику облаков. Значит, солнечный, понятно, да, а уходящий, это вот тепловая радиация. То есть, солнце набирает океан, значит, это тепловое излучение нагретого океана. Значит, оно дает возможность судить о температуре. Вот, ну и, кроме того, это важный баланс вообще энергии, ну и планеты в целом, и океан. Концентрация хлорофила. Значит, это характеристика для массы. Фидпланктон, сколько, как много фидпланктонов в воде. А напоминаю, фидпланктон – первичное звено пищевой цепи. Поэтому, вот, пищевая цепь зависит от этого первичного звена и важно знать по имени количества цепей. Ну, вот и ключевая характеристика для расчета первичных биопродукций. Есть алгоритмы разработаны, которые позволяют по спутникам данным оценивать биологическую продуктивность. Ну, а не только одного цвета недостаточно. Значит, ну цвет, сканеры цвета, они дают вот основную часть информации. Во-первых, значит концентрация хлорофила, а во-вторых, еще солнечная облученность на разных горизонтах можно рассчитать. Дело в том, что мы можем оценивать по спутникам данным артические характеристики воды, оценивать облученность поверхности океана. И дальше, вот, ну, с какой-то точностью, не очень, кстати, плохой, оценивать уровни облученности на разных горизонтах. Ну, немножко отвлекаясь, тут среди вас биологи, а не знаю, нет нас, да? Значит, вот это вот, за счет чего вообще происходит создание первичной продукции океана, вот в том, как? Какой процесс? Фотосинтез. Как? Фотосинтез. Процесс называется фотосинтез, совершенно верно. Вот, в результате фотосинтеза создается первичная продукция вот фитоклонктона. Для того, чтобы осуществлялся фотосинтез, значит, нужен вот зеленый пигмент, хлорофилл. А кроме того, можно, чтобы было достаточно света. Достаточно, но не чрезмерно. Поэтому, значит, вот существует такое понятие у биологов световой оптимум фотосинтез. То есть есть, ну, зависит от того, где он, конечно, рота, от того, какая вода, но вот есть слой, где световой режим оптимален для того, чтобы создавался первичный продукт. Ну, у них еще есть такое понятие сэмминационное число, чтобы это сэмминационное число было на цена. Дальше еще нужны биогены. Биогены это питательные вещества, которые используются в сеть фотосинтез в процессе создания первичных продуктов. Даже вот, к сожалению, спутниковый скамер свет не может оценить. Значит, поэтому там используется... Да, да, еще температура, но температура по инфракрасному радиометру. Вот, по икарде, их несколько летает, а они даже не плохую больше. И вот, используя совокуп, ну, конечно, некие нам приходится использовать модели, но вот можно рассчитать первичную продукцию. Этим серьезно очень заниматься, потому что это важная проблема. Я помню, даже созывали, такое проводили... Алгоритмов разработали, разные научные группы, но алгоритмов разработали много. И они разные. Значит, одни там, значит, считают, ну, принимают, что независимо от глубины, другие тоже там спектрально независимо. Ну, в общем, разные предположения. И вот, наконец, решили сравнить разные алгоритмы. То есть, разослали всем заинтересованным, ну, исходные параметры. И, значит, надо было посчитать первичную продукцию. Ну, вот у нас такой был Заним Иванович. И Герм, к сожалению, ушел из жизни. Он участвовал. Почетное пятое место занято. Анонимный голос сегодня неизвестно от кого приходит. Уже потом приходит. Ну, во всяком случае, это реально оценивать первичную продукцию океана Паскутникова сейчас. Показатель диффузного ослабления подводной облученности. Ну, это вот как раз ключевая характеристика для расчета светового режима. Альбиадо океана. И объемного поглощения солнечного излучения поверхности теплоя. Значит, вот тепловой баланс океана, он тоже очень важный. Его тоже все там, в общем, те, которые занимаются всякими моделями, хотят знать. И раньше есть более совсем простая модель. Считал, что все солнечное излучение поглощается в узком поверхностном слое. А это не так. Потому что в узком поверхностном слое поглощается только инфракрасная радиация. А видимая проходит. Причем, как я уже говорил, может проходить на ней десятки метров. И она там объемно поглощается. Но поглощается уже в слое, то есть энергия перенеслась. Вот. Поэтому вот это вот объемное поглощение важно в расчете. Показатель поглощения. Значит, ну, показатель поглощения в основном связан с поглощением окрашенной органики. Поэтому он характеризует содержание этой органики. Оставляет оценить качество воды в прибежных воде. Удобный параметр манипуляции. Ну, и показатель растения назад, сделавшей частицы. Определяет обедоводную толщину. Я вот покажу. Значит, характеризуется держание здесь воды. Тоже один из удобных параметров манипуляции. Вот в институте океанологии, значит, мы каждые два года выпускаем такой электронный атмос. Биоптических характеристик морей России. Моря России имеется в виду Баренцево, белое, черные косты. Раньше мы еще брали и Японское море, но там-то институт. Дальневосточный. Тихоокеанский Океанологический Институт самостоятельный. Когда-то это был наш филиал в старые времена. Отделение нашего института. Но потом, после перестройки коммуникаций оказались сильные. В рейсах все были в Дальневосточном основе. Мы, кроме того, создали Дальневосточную академию. Но не академию, а отделение Дальневосточного бюджета. Но и они занимаются этой штукой. Значит, вот нам пришлось решать для последних этих акадусов важную проблему стыковки данных. Вот мы использовали СИРИШ с 98-го года. Потом СИРИШ уже в 2008 году начали стыковать деблаться. Вот здесь показано, значит, СИРИШ это вот такая штукка, а МОЛЕШ вот такая штукка. Вот видите, СИРИШ здесь нет, и здесь СИРИШ нет. Поэтому, значит, надо было думать о том, чтобы вот эту долговременную серию продлить. Чтобы как было бы стыков приходить на МОЛЕС. Ну, в общем, эту задачу удалось решить. Я считаю, что приемлемо. Но здесь вот пока, например, для Чёрного моря. Вот, это показатель рассеяния назад в жрешные частицы. Обратите внимание, да? Значит, это с 2002 года, когда МОЛЕС начал. Ну, стыковка вот проходила, когда были где-то другие, да. С 2002 года стал работать МОЛЕС. СИРИШ, точнее, МОЛЕСАП. Вот. И это вот показаны два района. Значит, вот эта восточно-открытая часть, глубоководная часть. Чёрное море представляете все? Значит, вот восточная часть. Значит, там Трем, восточная часть. Владимир Николаевич, пожалуйста. Вот, значит, вот эта вот глубоководная часть, глубина больше 1500 мм. Значит, и прибрежная шельфовая зона, восточная. Ну, а вот посмотрите, значит, сезонные изменения, они и там, и там очень похожи. Причём, вот, в июне месяце показатели растений резко увеличились. Смотрите, пить. Каждый июнь. Причём, и в том, и в другом не действовать. Слава Богу, мы всё равно. И там, и там. И вот это стало интересно. Почему так? Что? С чем он связан? Вот это так выглядит для 2010 года. Вот, значит, пиолетовая, это малое значение показателя растения. Сиреневая, да? А красная, наоборот, очень большая. Ну, вот январь. Ну, это, это... Облачность в зиме месяце они плохие для наблюдения. Март, апрель. А вот в мае начинается мутнение моря. Мутнение. Причём, значит, видно, что прибрежная часть. И в июне тоже. А в июле всё распадается. И в августе уже, собственно, здесь низкие значения. А хлорофилла, если мы такие, как? Там у него нет. Время. Вот. А у хлорофилла совсем по-другому. Но у него есть осенне-зимне-весеннее цветение. То есть здесь начинается ноября, там декабрь, январь, февраль, март. А здесь, наоборот, низкие концентрации хлорофилла. И вот, значит, интересно было понять, о чём же причина. Но причин можно было предложить разумно в две. Первая причина. Это влияние рек. Во второй половине мая стоп рек достигает своего максимума. Речная реки выносит известь, окрашенную органику и, значит, в том числе и открытую часть за счёт того, что межмасштабные вихри переносят всякие примеси, в том числе здесь выносимый рек в открытый блок. Вот как это выглядит. Вот видите. Значит, это картина видимым цветом. Что это значит? Это значит, что вот прибор, ну моде в данном случае, он измеряет восходящее излучение в нескольких спектральных каналах. Спектральных каналах. Причём достаточно узких. Вот. Но, вы знаете, что есть шкала цветности, которая позволяет, с одной стороны, разложить белый цвет, там по спектральным составляющим, по прямым составляющим. Вот. И наоборот, если мы знаем эти составляющие, то мы можем восстановить то, что увидит средний человеческий глаз. Вот это как раз здесь и сделано. Вот если, ну это приведено уже к морю. Если, значит, вот вы будете смотреть на море, то вы увидите вот такое распределение. Яркость здесь высокая. Такого повышенного цвета. И если, значит, а это вот уже рассчитанная величина. Вот показатель рассеяния назад, а это концентрация к врачу. Ну, видно, что вот хорошее соответствие между вот этими повышенными областями яркости и показательными рассеяниями назад. Это связано с различными частицами. А хлорофилл, он как бы не очень. То есть, это связано с частицами. Значит, вот частицы, ну, частицы могут выноситься реками или какими-то другими частицами, которые содержат мало хлорофилла или совсем не содержат. И такие частицы, в общем, были известны. А это мы проводили на тоже исследовании спецназа, значит, в восточной части. Значит, вот тут Новороссийск, тут Килиджон. А вот здесь наше южное отделение. Голубая губка. Значит, вот такие мы делали разрезы в открытом мае. А это вот основной прибор для того, чтобы проводить тот спутниковое измерение. Плавающий спецназа. Вы спросите, зачем он плавает-то? Плавает он для того, чтобы он отрейфовал от судна, и судно не оказывало влияния на измерения. Как бы, если это меняло, или, наоборот, не публиковало. Значит, у него два датчика. Один датчик, это вот облученность, вот он здесь виден. Он измеряет спектральную облученность падающего, падающего на поверхности облучения. А другой датчик, как бы хоботок, смотрит вниз. Он находится под водой, чтобы избежать влияния угли. Он измеряет геангс восходящего излучения. Вот. Этот прибор, он главный, потому что он позволяет проверять атмосферную коррекцию, сравнивать с тем, что дает спутники, то, что измеряет прибор непосредственно. Дальше он дает измерение, которое не зависит от облачности. В любую погоду вы можете измерять спектр восходящего и выходящего излучения, и там разрабатывать и квалифицировать биоптический алгоритм. Ну, если при этом измеряются и характеристики взвесия фидпланктона. Это мы и делаем. Ну и, конечно, значит, характеристики фидпланктона, в том числе и рядовой состав. Вот, вот, значит, оказался второй главный фактор, который это определяет, это коколинтофорин. Что такое коколинтофорин? Это мельчайшие водоросли. Вот, если вы посмотрите сюда, вот видите, ой, вот видите, здесь 5 микрон, да, ну, значит, 6 микрон, да, клетка, она почти съест. Но она покрыта такими чешуйками, чешуйками, которые называются коколиты. Вот эти коколиты, они, значит, тоже имеют размер, вот видите, вот эти коколиты, ну, так, порядка 2 микрон. И бывает так, что они нескольких слоёв окружают эту сферу. И вот они, да, сделаны они из кальцитов, кальций-со-3. Кальций-со-3, грубо говоря, мел, значит, вот кальций-со-3, значит, он обуславливает сильное рассеяние. Значит, эти чешуйки имеют такое свойство облетать. Когда популяция стареет, то вот чешуйки облетают. Вот, ну и в том и другом случае клетки и сами все сильно рассеивают, и кальций-со-3 тоже. Кальций-со-3 больше, чем кальций. И вот это вот, да, в Чёрном море, так называемое гильяне Хакси, Хакли. Какой вид ходит в фор. Значит, и вот они, это водоросли цветёт в июне. Цветёт в июне, и обуславливает вот это сильное возрастание. Вот пример, значит, опять же, это, да, это вот 2012 год. 2012 год оказался, в общем, уникальным. Уникальным. Первое. По интенсивности цветения. То есть, вот видите, вот это вот, вот эти вот пятна, это зашкал. То есть яркость была настолько велика. Ну, там, правда, они флаги ставят, можно было и пробовать там, вот так. Но, во всяком случае, это зашкал. Вот. Это первое. Дальше. По продолжительности. Обычно, значит, вот в июне, в конце июня уже всё пропадает. А это, вот видите, цемент 15 июня. 15 июня. И вот здесь, значит, мы научились, мы в этом году разработали алгоритм, который позволяет разделить два фактора. Значит, вклад речного стока и вклад, связанный с алгоритмом. Ну, здесь вот пока, значит, как мы тут разобрались с этим изображением. Значит, вот это, видите, это BPP. Показатель расселения данного управления. А это вот уже, с помощью нашего алгоритма, вызвано калифоридные цветы. Ну, что здесь интересно. Вот видите, вот это вот то, что здесь, там нет калифорид. Это вот вынос дуная, дуная выносит свежие частицы. Яркая здесь большая, она будет калифорид. Ну, то же самое вот здесь можно видеть. Вот видите, вблизи берега, значит, нет практически. Калифорид, значит, цветение считается, когда больше влево 5-0. Но, да, вот это второй фактор, то, что продолжительный. И третья особенность, это то, что обычно все-таки сильнее в восточной части цветет. А в этом году и в западную и восточную. То есть, видите, как в западную часть. Так что год этот уникальный. Но это, я так и понимал, что времени у меня будет мало, поэтому я там слайд не разрешил. На самом деле, определяется это удивительно новым. Это зависит от того, какая зима. Вот холодная зима сильное, цветение весеннее, весной цвету другие, вот эти диатомы называются. А вот в июне, значит, калифориды. Теплая зима, цветение слабое, диатомы калифориды. А объяснение этому, это вот зимняя конвекция. Значит, если зима холодная, вода сильно охлаждается, происходит зимняя конвекция. И биогены, питательные элементы, которые в глубине поднимаются, кверху. И обеспечивают пищу для питкомптомов. Калифоридные цветения наблюдается и в Баренцевом море. Причем давно. И его наблюдали со спутника. Но, как бы, вот, видите, увеличивается, опять же, показатель рассеяния назад в железном участке. Но не было прямых подтверждений, то, что это калифорид. Поэтому его называли «соспектит», «соспектит» калифоридного цветения. То есть, как бы, подозреваемых калифоридных цветений. И вот, в 2004 году, в нашей экспедиции, мне идут совсем на другую тему. Но там был сотрудник моей лаборатории. И он, по наводке со спутника, взял пробу. Значит, ну вот, мы принимаем в Москве спутниковую карту. Или на корабль передали, значит, эти карты, чтобы было видно, где надо брать. Где цветение. И он там, значит, ведром на саду судна черпал. И оказалось, что да, это действительно калифоридное цветение. Вот миллион клеток и даже 10 миллионов клеток на литр. Это было очень сложно. Да, и интересно, значит, понятно. Вот калифориды, они, на самом деле, теплолюбивые и светолюбивые. Но там еще есть у него особенность. Почему они могут свистеть после готовых? Может, уже в дороге не могут работать. А вот здесь вот, как раз, область, вы, наверное, это уже знаете, да? Область теплого норвежского течения. Ну, в положении Гольфстрима. И вот здесь как раз наблюдается вот калифоридное цветение. Область калифоридного цветения хорошо совпадает вот с областью теплого норвежского течения. Но, кстати, вот мы тут рассчитывали тренд для температуры. А вот здесь как раз вот в область теплого норвежского течения тренд четко проявляется в возрастании температуры. Еще надо объяснять. Дело в том, что калифоридное цветение, они существовали вообще давно. Но, но борг идет связан с тем, что вот как-то их стали интенсивно со спутника наблюдать. Такое впечатление, что они вот и увеличиваются и по объему. А в Атлантике, в Северной Атлантике, они занимают площади в определенное время до тысячи километров в протяженной среде. А это явление очень важно. Почему? Потому что, значит, калифориды непосредственно влияют на обмен СО2 между атмосферой и океаном. Значит, вот в процессе этой кальцификации оборудования вот этого, как СО3, им нужен углекислый газ от него берут. Вот, тем самым, значит, забирают из атмосферы. В этом отношении они хорошо. И они его отправляют на дно вместе с соседающими зерневшими клетками. Значит, есть такое понятие – биологический насос. Вот работает биологический насос. Насос двух видов. С одной стороны, значит, вот, вот, фотосинтетические водоросли тоже создают, там используют углекислый газ. Ну, фотосинкция пользуется углекислый газ, просто фотосинкция. Забирают углекислый газ. А потом отправляется он на дно. Вот. А это другой, это кремниевый насос. Значит, здесь, ну, карбонатный. Фу, кремниевый. Кальциевый. Значит, карбонатный насос, значит, он тоже самое. Вот в процессе создания вот этого полицефорита. Избирают все два и до 40. Это очень важный процесс. Кроме того, это для геологов. Значит, вот эти горы меловые там на дне. Тоже вот это за счет того, что кольцы там оседают, вот, как полицефорита. Так что это важное, вообще, имеет важное значение для биологии. Ну, потом мы еще повторили тоже в 2009 году. Чужой был рейс, но здесь, видите, уже мы заставили конец цветения. Но, тем не менее, то цветение наблюдалось. И вот еще одно важное проявление кольцов вареных цветений – это влияние на альбеды водной толщи и, соответственно, значит, тепловой баланс. Значит, что здесь я вам показываю? Значит, одна картинка – это реальные условия в Баренцевом море. Здесь рассчитано на альбеды водной толщи. Альбеды – это отношение выходящего водной толщи потока. Ну, в данном случае речь идет о фарах, о фотосинетической активной радиации, падающей. Ну, вот видите, там, где кольцоварины, там альбеды очень высоко. Больше двух процентов, и даже падение, так сказать, до четырех процентов. При норме, в общем, там порядка, ну вот, где-то здесь, если смотреть, ну, меньше одного процента. Это очень важно, значит, энергия не поступает. Вот, ну и толще. Кольцоварины отбрасывают эту энергию на воду. А это для сравнения такой гипотетический случай. Море, заполненное чистой водой. Вырыли настоящую морскую воду, залили чистую дистиллион. Вот видите, ну, здесь, конечно, все одинаково. А альбеда, там, предел одного-двух процентов. Потому что у воды, у чистой, у нее сильное рассеяние назад, определенная на полную светлоу, то есть вчера, в детстве. Одна из особенностей молнипулярного рассеяния, то, что оно одинаково. Вперед и назад. То есть назад рассеивается с того же средства вперед. А у частиц рассеяние назад составляют там, ну, порядка одного процента, несколько процентов. А это вот расчет поглощения. То же самое. Значит, вот это отношение поглощенной энергии. Значит, это в слое 2-3 метра. Валенце он делал моря. И, значит, вот если море залить чистой водой вместо настоящей морской. Значит, эту работу вообще инициировали появившиеся статьи. О том, что вот от содержания фитокулактона в воде зависит температура. Ну, в общем, это подтвердилось действительно. Потому что, значит, от оптических активистов зависит количество поглощенной энергии. Вот. Это объемное поглощение. Ну, вот видите, это у нас чистая вода. Слое 2-3 метра она поглощает от 6 до 7 процентов от падающих. А вот это более разнообразное распределение, естественно. Ну, вот тут, где коколитфориды, видите, тут... Потому что коколитфориды ведь отбрасывают. Но, с другой стороны, конечно, они там в результате того, что многократное растение, они больше поглощают. Ну, то есть они себя здесь не проявили. Теперь мы переходим... А вы, кстати, я забыл вам сказать. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Можно перебивать. Так что, не стесняйтесь. Мы сейчас с вами тогда переходим к Апийскому. Здесь вот тоже в результате спутника наблюдения удалось выявить интересный процесс, который наблюдался и по данным судовых измерений. Но вот спутник дал картину такую четкую язву. Значит, вот видите, это южная часть Апийского моря. А это вот изменение концентрации парафилла по годам. 98-й год, 99-й год, ну и так далее. Ну и все идет как бы хорошо, задний сезонный ход. И вдруг, бах, в 2001 году могучий пик. Ну и, грубо говоря, там 3-4 раза было в средней концентрации. В средней концентрации. Но, правда, уже некий предвестник был и в 2000 году. Ну, в 2002-м спало, но тем не менее он дальше все-таки повышен на значение. Чем это связано? А связано это с тем, что в Каспийском море повторилась ситуация, которая ранее наблюдалась в Черном море. А в Черном море произошло вселение. Вселение грибневика Немиопса. Это где-то произошло в конце 90-х годов. Что такое грибневик? Грибневик это такое красивое, как бы, ну, в общем, залетело, то есть как медуза. Вот. Его в Черном море не было раньше. Его завезли. Ну, завезли, предположительно. Значит, он происхождение где-то там, это, от Атлантического происхождения к востоку от побережья США. Ну, видимо, танкер прогнул танк и выбросил, значит, вот. И Немиопс очень понравился в Черном море. Он стал там размножаться интенсивно. Пожрал зоопланктон, пожрал ихтиопланктон. Как наш покойный академик Виноградов говорил, Черное море превратилось из рыбьего моря в медузное море. Вот. А что произошло с хлорофиллом? Значит, хлорофилл, ведь все находится в равновесии. Зоопланктон, фитпланктон. Зоопланктон ест фитпланктон. И, значит, тем самым регулируется какая-то вот эта равновесная концентрация хлорофилла. Зоопланктон съели, нечем кому есть хлорофилл, фитпланктон. И, значит, резко возросла концентрация хлорофилла. Вот. И помутнело Черное море. Вот, скажем, глубина видимости белого диска, какой-то такой белый диск опускают и смотрят, когда он исчезнет из мира. Было больше двадцати метров открыто, а стало там порядка восьми. То есть вот такой процесс. Но потом как все устаканилось, значит, ну а уж, как пришло в равновесие некое, но самое главное, что там появился в Черном море другой грибневик под названием Пероя, который ест вот этого первого грибневика Немеоксис. И, значит, вот идет он, как бы сейчас Черное море лучше восстановиться. Даже Кефаль ловит. Правда, Кефаль вечероморского, а перелевосточного, как называется? Пеленгаз. Пеленгаз. Пеленгаз, да. Пеленгаз. Да, Пеленгаз. Да, Пеленгаз. Дальний Восток привезли. Так что вот. И вот то же самое произошло в Каспийском море. Непонятно, откуда он взялся, но в Каспийском море тоже появился Мнемеоксис. И процесс повторился. И вот видите, вот это как раз мы видим яркое проявление Мнемеоксиса. Тоже стали, значит, думать и гадать, что же делать, как быть. Кто-то предложил герою вселить туда, в Каспийское море. Но мудрый виноград не уважал, поскольку понимал, что опасно вообще эксперимент с природой. Очень опасно. Могут его пользоваться. Так. Ну вот видите, это я просто показываю среднемесячное распределение. Вот видите, 99-й год. Ну вот тут совсем бедно эта концентрация хлорофила. В 2000-м году уже ситуация выглядит по-другому. А вот в 2001-м году вот тут всплеск, о котором мы рассказывали. И вот это 2005-й год. Значит, это я вообще показывал вчера. Там, значит, это вот ядовитые водоросли. Hartford Blue. Это модулярия. Тут вот было цветение. И антробы отбирали. Порядка, больше нескольких десятков сантиметров. Вот такой слой. Вот почему это происходит время от времени. Ну пока у нас знаний недостаточно. Теперь вот еще пример тоже яркий. И это наблюдение мезомасштабной динамики. Вот по данным спутниковых сканеров. Ну, сканер цвета, это мой. И гардионку на дно. Значит, вот видите, слева. Это распределение температуры. А что вот это такое? Кто мне сказал? Меандр гальфстрима. А? Меандр гальфстрима. Конечно, это гальфстрим. Значит, это вот вид побережья Америки. Вот. Гальфстрим течет, миандрирует. Если меандр оторвется, то будет кольцо в гальфстрима, которое там будет двигаться против пиалок. Вот. Четко видно, да? Здесь холодная вода в грязи берега. Ну и очень похоже, в общем-то, и по цвету тоже. Видно, что значит, вот гальфстрим, он имеет низкое содержание хлорофила, но надо признать, что лучше видно по температуре. изображение. Хотя это не всегда. Значит, у цвета есть то преимущество, что температура зависит, значит, на самом деле, то, что измеряет инфракрасный радиометр, он же измеряет очень температуру, ну, а первое, он измеряет традиционную температуру. Значит, она относится к узкому, очень узкой пленке. Вот. И это целая проблема, значит, как-то так все. Ну, обычно просто калибруют, по данным, там, буев, светов. Вот. А спутниковый сканер дает слой. Поэтому, значит, вот, скажем, прогрев суточный влияет. Значит, со спутников надо брать температуру ночную, а не дневную. Потому что дневную влияет в солнечный профиль. Вот. А сканер цвет от этого свободен. Он, значит, все-таки, ну, это слой. Слой толщиной, там, ну, если говорить об Атлантике, то это все-таки, там, 50 грамм. Вот. А здесь, вот, как раз, вот эти холодные воды, они связаны, ну, скорее всего, с каким-то там, отдельным подъемом глубинных вод к поверхности, которые содержат биогены, питательные вещества и, знаешь, благорядно создаются в личных водах. Ну, видите, какая красивая картинка, вот. Теперь, вот, уже последние применения. Значит, вот, я уже говорил, что для цвета поверхность это, как бы, фактор враждебности, поскольку она препятствует этой работе биоэтических алгоритм на судьбе на двух странах. Но поверхность, значит, это спутниковое излучение отраженное поверхность содержит поединную информацию. Ее можно использовать. Вот. И вот это вот, значит, то, что вы, наверное, помните. Татастрофа в Мексиканском заливе. Когда нефть долго велась. Вот, видите, это изображение европейского радиолокатора, косметизированная опература АСАП. Вот. Значит, хорошее изображение, да? Ну, значит, надо помнить, что, вообще говоря, такое изображение стоит, там, порядка двух тысяч долларов, каждое изображение. А с другой стороны, значит, оно, все-таки, там, ну, раз в сутки реже, да? Ну, если брать от нескольких, там, есть еще, продаться, там, канадские, есть другие, значит, они можно более часто получать. Но, все равно, это дорогое удовольствие. А вот эта информация, бесплатно, вот в мире, дает, значит, показывает картинку, на которой тоже видно, как распространяются, значит, на стене эти загрязнения. Причем, значит, вот видите, это вот 1604, а, ну, это один и тот же спутник, поэтому мы время обменяем. А вот модис и модис терра, 650, на следующий день или на следующий, наоборот, раньше. Во всяком случае, здесь тоже. То есть они восполняют, они позволяют получать дополнительную информацию и достаточно хорошо видеть, значит, вот. В принципе, в принципе, значит, вот разрешение хуже. Здесь, здесь 50 метров. А вот здесь, там, порядка, вот, 75. Поэтому разрешение здесь лучше, это важное преимущество. Но, вообще говоря, вот вы должны понимать, мы нам уже рассказывали, наверное, о том, что вот радиолокатор-то, он не видит ведь нефтяных загрязнений. Он видит некие неоднородности поверхности, связанные с наличием нефтяной пленки. Поэтому, значит, то же самое, если, есть и другие возможности для выглаживания поверхности, помимо нефтяной пленки, там, скажем, трава и тень, значит, там, какое-то вот взаимодействие внутренних бомб с поверхностными. Дальше... Да, и кроме того, значит, диапазон тоже, вот, в условиях ветра там должен быть, ну, по крайней мере, больше, там, двух метров и меньше, там, 15 метров, а иначе тоже, значит, нет. Поэтому вот эти оптические датчики, они позволяют видеть контраст не только благодаря поверхности, но и благодаря разнице в отражении от чистой воды, где нет пленки. И пленка, она влияет, она имеет другое показательное подправление, в том числе и мимая часть, и, соответственно, тоже определяет контраст. Поэтому это перспективно, хотя, значит, конечно, надо иметь в виду, это в область солнечного боя, тут вот написано. Ну, и, наконец, заключение, я еще не перебрал, но близок к этому. Значит, заключение. Я хочу сказать следующее, что не надо противопоставлять одни спутниковые приборы другим. Значит, это неправильно. Вот. А надо иметь в виду, что у каждого прибора есть свои преимущества, есть свои недостатки. И путь правильный – это комбинировать информацию от разных спутниковых датчиков, и это даст нам возможность более полную получать информацию о ее время. Кроме того, очень важно использовать, конечно, измерения натурные, Ленин и Сит. Вот. Потому что, значит, они позволяют перифицировать алгоритмы. Вот. И, кроме того, они дают, значит, вот спутник и топ-поверхность. Если мы хотим иметь трехмерную картину, значит, нам надо погружать прибор в воду. И, ну, или сколько там таких. Поэтому вот это не я прыгал на эту статью. Вот видите, какая идеологическая порядка, которая укладывалась на консеренцию венец. Значит, они, видите, предлагают некую комплексную систему наблюдений за состояние многих систем, где энергетическое изменение, которая должна включать спутниковое наблюдение, на первом месте, действительно, потому что только спутниковое наблюдение дает нам возможность видеть одновременно огромную акваторию, строить долговременные серии измерений, контролировать происходящие измерения, на первом месте. Но, тем не менее, нужны натурные измерения, всескоре на различных платформах. Вот сейчас в моду вошли глайдеры. Знаете, что такое глайдер, да? Вот этот глайдер, он, значит, нанес, там, ставит прибор, он ныряет, и он может автономно, там, в балладной программе ходить в течение, там, ну, многих часов, я буду соврать, на десятки часов. Потом, значит, при этом проводить измерения, всплывая, прогружаясь, это сейчас очень много. и все. Но драк дороже. То есть, дороже на российских условиях. Значит, вот поплавки, тоже, на которые это, ну, поплавки, здесь написано слово сдрифтеры. Значит, когда поплавок такой, на нем установлены приборы, он движется. Здесь, значит, целая система ныряющих, то есть там погружаются, поднимаются, вот. То есть сейчас это вообще очень действительно дороже. Вот даже животных носителей предлагают. Животных, поймал животных, прикрепил к термогаче, к им получающим народу. Заякорные бруи тоже стоят, правда. Ну и, конечно, сюда. Ну и очень важны модели. Совершенно смешистые модели. Спасибо за внимательное дело. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...